В соответствии с концепцией продовольственной безопасности, принятой еще в 2010 году, поставлена задача обеспечения внутреннего рынка более чем на 100%. Поэтому ажиотажный спрос, он больше, наверное, вызван как раз вот этими своими историческими новеллами, которые у наших людей в памяти остались. Когда на полках торговых объектов не хватало некоторых видов продукции. Что касается раздувания вокруг этого каких-то фейковых новостей и сплетен, но, к сожалению, зачастую подвержены каким-то влиянием, в том числе и слухам наши люди, поэтому в волне этого всего этот жаз создается. Что касается обеспечения торговых объектов сахаром, солью и прочими продовольственными товарами первой необходимости, то сегодня Республика Беларусь обеспечена более чем на 150%. Это с учетом запасов до сентября месяца, когда мы говорим о новом урожае сахарной свеклы. Что касается соли, сегодня у нас прекрасно работает наше предприятие Мозерсоль, которое увеличило объемы производства соли на 10% именно фасованной по килограмму до 330 тонн в сутки. При нормальном потреблении нашего рынка в районе 150-200 тонн. Поэтому сегодня мы закрываем потребности более чем на 200%. Понятно, что возникают где-то какие-то очаги пожара, которые в течение 24 часов нашим предприятиям под силу погасить. Тоже предприятие Мозерсоль достаточно большой объем своей продукции поставляло на территорию Украины. И сегодня потеря этого рынка обернулась бы для предприятия временным лагом, который потребовал бы для того, чтобы поменять и переориентировать сегодня эти потоки. Внутренний рынок сегодня подхватил и даже с лихвой компенсировал те возможные потери, которые бы наступили в экономическом плане для предприятия, с учетом бы, если бы этот объем был недопроизведен и недопродан. Конъюнктура сегодня складывается для предприятия прекрасно. Сегодня можно говорить о том, что за товарами едут уже из сопредельных государств к нам, из прибалтийских стран, из Российской Федерации. Поэтому здесь как раз предприятие получает максимальный эффект от реализации продукции, именно в том числе за счет ажиотажного спроса. Продолжение следует...